Добрый день, коллеги, дамы и господа! Я рада приветствовать всех представителей средств массовой информации, наших уважаемых гостей, участников сегодняшнего круглого стола, всех, кто находится на площадке Международного мультимедийного пресс-центра «Мия Россия сегодня», а также всех, кто смотрит сейчас наш круглый стол в онлайн-режиме. Тема круглого стола – перспективы сотрудничества России и Европейского Союза в условиях санкций. И нам сегодня будет представлен доклад «Выборочное сотрудничество между Европейским Союзом и Россией», который подготовлен экспертами Российского Совета по международным делам совместно с европейскими коллегами. Я с удовольствием представляю наших гостей, начну с «Да». Я рада приветствовать на нашей площадке руководителя отдела Восточной Европы и Евразии, фонда науки и политики Сабину Фишера, наша гостья из Берлина. Я рада приветствовать старшего научного сотрудника Европейского совета по международным отношениям, Кадри ЛИК. Благодарю вас, Кадри, что нашли возможность сегодня к нам присоединиться. Ну и теперь перехожу к нашим российским участникам. С нами сегодня чрезвычайный полномочный посол, вице-президент Российского Совета по международным делам Александр Аксиненок. Благодарю вас, Александр Георгиевич, что вы также сегодня с нами. И рядом со мной Иван Тимофеев, программный директор Российского Совета по международным делам. Начнем, естественно, с доклада. Сабина, вам слово, что в этом докладе новаторского и как изменить ситуацию к лучшему в отношениях России и Европейского Союза, каким выводом вы пришли, когда готовили этот материал. Пожалуйста, на кнопочку. Спасибо большое за приглашение. Я очень рада, что мы можем сегодня обсуждать наш доклад и вообще отношения между Россией и Европейским Союзом. Я немножко себя более комфортно чувствую, когда я разговариваю на английском, поэтому я сейчас перейду на английский. Я продолжаю по-английски. Прежде чем я сюда пришла, сюда, я хотел бы и начать разговаривать о нашем докладе. Я хотел бы обсудить то, что находится вокруг этого доклада. Наша работа с Иваном и двухлетнее обсуждение, которое осуществлялось группой российских и европейских исследователей. был обмен делегациями, 20 стран представили своих делегатов, было 20 человек и 15 делегатов со стороны России, то есть 35 человек вся была делегация, очень представительная. То есть она представляла все страны Евросоюза, практически все, и Россию. И мы работали в рамках проекта, который назывался «Общественная дипломатия в отношениях между Россией и Евросоюзом». Это происходило между январем, самым началом 2017 года и нынешним временем. Мы встречались 7 раз, обсуждали различные вопросы взаимоотношения между Евросоюзом и Соединенными Штатами, ближние и восточные проблемы, Китай, экономическое взаимодействие между Российской Федерацией и Евросоюзом во времена санкций, а также вопросы мигрантов, которые чрезвычайно важны в текущей ситуации. И результатом этого, если этого полуторалетних дискуссий, стал наш доклад. И я могу вам сказать, что у нас были очень откровенные, очень открытые обсуждения. И иногда мы имели очень горячие обсуждения, но приходили к общим заключениям, и получалось в результате общие выводы. И это было очень интересно, обмен мнениями. Несколько слов о том отчете, который подготовили я и Иван. В этом отчете или докладе, как вам будет угодно, есть несколько заявлений и выводов, которые мы делаем. И мы заключаем, что за последние четыре года происходит перемена парадигмы в взаимоотношениях между Евросоюзом и Россией. Это отражается в российских документах и документах Евросоюза. Есть то, что мы называем стратегическое партнерство. Оно существовало до 2014 года. Оно строилось на неком основе недоверия с обеих сторон. Но перед нами стояло стратегические вызовы, и надо было как-то решать проблемы совместного доверия. И это чрезвычайно важный момент, который мы отражаем в нашем докладе. Были также и различные точки зрения со всех стран мира. Они отражались и в интернете, и в различных газетах, публикациях. Пять точек, где Россия и Евросоюз не совпадают по своим впечатлениям или не сходятся во мнении. Это и вопросы безопасности, это то, что произошло в 2014 году. Это вопросы демократии, политических режимов и вмешательства во внутренние дела друг друга. Поэтому давайте, если мы возьмем такой вопрос, как международный порядок. У России есть свое видение этой ситуации, и Россия рассматривает европейские или либеральные ценности как некую структуру, где доминируют однополярные Соединенные Штаты с однополярного подхода. И Россия говорит о том, что международные отношения должны балансироваться во многополярном мире с активным участием России. А Европейский Союз тоже поддерживает идею международного либерального порядка, но не признает российский подход, не соглашается с Россией в том, что это однополярный мир. Мы считаем, что это многосторонний мир, и ООН является основой этого порядка. То есть мы в оценке существующего порядка с Россией не совпадаем. И здесь у нас есть достаточно сильно расходящиеся позиции. Есть вопросы и Украины. Это, пожалуй, один из наиболее противоречивых вопросов. Мы обсуждали это в наших встречах. Если посмотреть на ситуацию на Украине, Москва считает, что и Россия считает, что это результат внутренних проблем Украины. Это слабость государства, это коррупция, плохое государственное управление и так далее. А в то же время в результате то, как это интерпретируется, события на Майдане, это также рассматривается как приверженность Запада и, пожалуй, необъективная политика Запада в отношении Украины. А Евросоюз рассматривает события на Майдане как народный протест против коррупционного режима. Это общественное недовольство, которое выплеснулось на улице. Это общественный протест, народный протест против политической системы, существующей на Украине. И за этим последовали события в Крыму и на востоке Украины и российское вмешательство в эти процессы. И здесь мы тоже очень сильно разнимся с Россией в оценке этих событий. Таким образом, в докладе мы заявляем, что существуют вот эти различающиеся, сильно различающиеся точки зрения. Тем не менее, существует пространство для того, чтобы мы пришли к общему пониманию природы конфликта, к его оценке, особенно глядя в будущее, с точки зрения решения вопросов конфликта. И обе страны должны выйти из зоны конфронтации и попытаться найти улучшение в этой ситуации. В то же время, если мы посмотрим на обсуждения в России и в Европе, похоже, что обе стороны не очень заинтересованы в нахождении точек соприкосновения, в улучшении взаимоотношений. И почему сторонам быть заинтересованным в такого рода потеплении отношений? Но мы понимаем, что обе стороны зависят друг от друга, прежде всего экономически. Есть взаимоотношения между обществами, между людьми. Эти взаимоотношения действительно идут с двух сторон, с обеих сторон. И нужно здесь что-то делать, чтобы улучшить эти отношения. Обе стороны заинтересованы в стабильной европейской безопасности, при этом имея очень разняющиеся точки зрения на то, что собой должна представлять европейская безопасность. И нужно предпринимать какие-то шаги, совместные шаги в укреплении этой безопасности. Все это переносится на глобальный контекст. И мы полагаем, чтобы мы совместно рассматривали все эти изменения, проходящие на нашем континенте. Но этого пока не происходит. Такова, как мы полагаем, реалистическая оценка текущей ситуации. И мы в нашем докладе предлагаем, что наши отношения должны базироваться на принципах ООН. И ООН должна стать той основополагающей площадкой, и его принципы должны стать основными для того, чтобы налаживать работу и отношения в различных отраслях взаимодействия между Россией и Евросоюзом. И теперь Иван, может быть, представит вам результаты наших обсуждений, наши выводы. Итак, Иван, каким выводом вы пришли? И сложно ли было готовить доклад в условиях кризиса доверия между Россией и Европейским Союзом или на отношениях на экспертном уровне несколько иначе обстоят дела? Оксана, спасибо большое. Вот это очень правильный вопрос. Вы прямо чувствуете ткань отношений, ткань нашей группы. Потому что действительно сделать вот этот вот доклад, совместный доклад, ведь это не продукт только ЕСовских экспертов или только российских экспертов, это текст общий. И в текущих условиях политических публикация общих совместных докладов – это большая редкость. Я считаю, что это огромный шаг вперед в текущих условиях. Это, конечно, не значит, что мы нашли какой-то философский камень, решили все проблемы или кто-то принял чью-то позицию, наши ЕСовские коллеги российскую или российские коллеги ЕСовскую. Однако мы честно в этом докладе обозначили наши взгляды там, где эти взгляды сходятся, там, где они расходятся и что мы можем сделать в текущих условиях. Я считаю, что это большой результат и большой успех совместной работы. Я буквально еще два слова, перед тем, как я расскажу о выводах, о рекомендациях, я буквально еще два слова скажу о самой этой работе, чем она примечательна. Ну, во-первых, сам факт того, что мы вышли на tangible result, то, что называется, на совместный доклад, это не просто проблема сейчас сложности двусторонних отношений сделать такой продукт, а вообще содержательно всегда делать двусторонние доклады намного сложнее, чем сделать там доклад российский и еще там ЕСовский, китайский, индийский и так далее. Ведь обратите внимание, много существует таких форматов дискуссионных, но многие сводятся к тому, что называется ток-шоп. Встретились, поговорили, провели мероприятие, семинар, провели торжественный обед, фуршет и разошлись. Это не наша история. Наша история – это очень откровенный результат. И по результатам совместный доклад. Это отличает нашу работу. В этом докладе есть еще одна важная характеристика – это стратегический подход. Стратегический подход. Мы постарались посмотреть на разные стороны наших отношений. Есть отраслевые доклады. Слава Богу, их достаточно много. Доклады по энергетике, доклады про транспорту, доклады по сотрудничеству в области образования. Хорошо, что это сотрудничество идет. Но по стратегической тематике взгляд с птичьего полета делается довольно мало. И я, наверное, скажу, что мы здесь едва ли в этой нише стратегической не единственной. Мы добились такого результата. Долгосрочность нашей работы. Все-таки больше двух лет. Это довольно долго. И мало форматов сохраняется жизнеспособными в столь длительное время. Ну и все-таки, если вы посмотрите доклад, то вы увидите действительно разнообразие позиций. Потому что здесь речь идет не только о различиях позиций экспертов России и из стран Европейского Союза. Внутри наших групп российских и есовских тоже есть свои расхождения. Мы не во всем согласны. У нас разные взгляды, разные профессиональные, скажем так, бэкграунды, социализации. Мы по-разному смотрим на вещи. И тем не менее мы составляем одну единую группу. Ну, я несколько слов скажу о рекомендациях, к которых мы пришли. Всего их девять. Мы постарались их как-то вот спрессовать в три блока. В каждом блоке по три рекомендации. И первый блок, он связан, конечно, с наиболее сложным вопросом. Это вопрос нашего взаимодействия на пространство, которое множество терминов имеет. Кто-то называет его постсоветским, кто-то называет его посткоммунистическим. В английском языке contested neighborhood используется понятие. Но здесь оно, на мой взгляд, не очень удачно. В тексте переведено как спорная территория. Ну, то есть это речь идет о бывших республиках, союзниках, бывших республиках Советского Союза, прежде всего, в отношении которых у России и ЕС существуют разные подходы. И так или иначе мнение расходится. И, конечно, самая острая здесь проблема является проблема Украины, проблема Донбасса. И первая наша рекомендация связана, конечно же, с совместной работой по продвижению Минского процесса. Со всем пониманием, что это продвижение крайне сложно. Но альтернатив Минску в данный момент нет. Есть идея о развертывании в том или ином формате, с теми или иными параметрами миротворческой миссии. Эту возможность, по крайней мере, ее обсуждение, обсуждение параметров нужно так или иначе использовать. И, конечно, самое главное, в чем заинтересован и Европейский Союз, и Россия, это избежание эскалации военных действий. Потому что Россия уже приняла со своей стороны, по разным оценкам, официальные оценки, более полумиллиона украинских беженцев, перемещенных семей и так далее. На Европейский Союз, понятно, как конфликт в центре Европы тоже один из ключевых вызовов безопасности. Вторая наша рекомендация связана с тем, что есть, скажем так, как минимум два успешных более или менее кейса на постсоветском пространстве, когда, опять же, как минимум две страны смогли успешно сочетать и партнерство с Россией, и партнерство с Европейским Союзом. И как раз-таки эти два случая показывают, что выбор, либо вот вы с Брюсселем, либо вы с Москвой, он ложный. Можно вполне успешно вести партнерство со всеми игроками. И это случай, конечно, Армении и случай Казахстана. Каждая из этих стран является активным участником Евразийского экономического союза. Казахстан вообще инициатор Евразийского экономического союза. И вместе с тем, уже после украинского кризиса, каждая из этих стран заключила новое соглашение с Европейским Союзом. То есть, все-таки это говорит о том, что модель одновременного партнерства возможна. И мы здесь исходим из того, что необходимо этот опыт самым тщательным образом изучать, и подобное движение на политическом уровне, конечно же, поддерживать. Потому что оно существенно укрепляет и снижает неопределенность и укрепляет безопасность всех сторон. Дальше, третья рекомендация в этом блоке связана с проектами экономическими, которые инициировала Китайская Народная Республика. В частности, речь идет об ЭПШП, проект экономического пояса «Шелкового пути». Здесь могут быть и другие проекты крупных региональных игроков, но китайский проект здесь важен, если говорить о сопряжении ЕАЭС и ЭПШП, то это уже российско-китайский проект. Но здесь важно то, что это, опять же, несет существенный конструктив для географического пространства, о котором идет речь, позволяет решать проблему развития. И это игра, в которой выиграют все Европейский Союз, как крупнейший партнер торговый КНР, и сама Китайская Народная Республика, и, естественно, Россия, как крупная экономика, и страны постсоветского пространства. Следующий блок связан уже с взаимодействием России и ЕС по решению крупных региональных и даже глобальных проблем. На слуху сейчас выход США из иранской ядерной сделки, и Россия и ЕС, и здесь, кстати, не только Россия и ЕС, и Лондон, и Пекин выражали свою приверженность всеобъемлющему плану. Кстати, Тегеран тоже выражает свою приверженность всеобъемлющему плану. И здесь, конечно же, важна сверка часов и совместная работа по сохранению этого важного документа. Мы знаем, что в Европейском Союзе есть определенные опасения того, что... Да даже не опасения, а некая оговорка, что взаимодействие с Россией по GCPOA и по иранской проблеме не означает автоматически, что наши позиции по Украине или по другим сложным вопросам сближаются. Конечно, нет, мы это признаем, но это не означает, что нам не нужно сотрудничать по такой важной проблеме, как иранская генеральная сделка. Я здесь добавлю, в доклад это не вошло, хотя мы обсуждали эту тему. Помните, вопрос стратегической стабильности. И вот сегодня, что называется, гром ударил. США заявили о своем выходе из договора об РСМД. Я подчеркиваю, мы в докладе, мы не обсуждали это на наших встречах, и это не вошло в доклад, поэтому это мое личное мнение, я сейчас высказываю, это не мнение группы, это скорее на полях такая заметка, но это крайне важный вопрос для европейской безопасности, потому что в нем, конечно же, главной выигрывающей стороной от РСМД является Европейский Союз и Россия. В этом кровно заинтересованы именно наши стороны. Поэтому я думаю, что так или иначе тема безопасности евроатлантической, стратегической стабильности рано или поздно в нашей работе появится, ее просто нельзя игнорировать. Конечно, мы предложили рекомендацию, связанную с продвижением в сирийском урегулировании. Европейский Союз – важнейший игрок мировой в области содействия и развития, это важнейший донор. Без Европейского Союза трудно себе представить, в том числе и гуманитарно-экономическое восстановление Сирии, Е здесь колоссальную может сыграть роль. С учетом большой роли России в политических процессах в Сирии, здесь, конечно, и без России не обойтись, необходимо нам здесь совместная работа. Мы целый большой семинар провели на эту тему и довольно много наработали. Ну и взаимодействие по другим глобальным и региональным проблемам, и главная здесь рекомендация их деполитизации. Но есть хороший все-таки у нас опыт сотрудничества в Арктике. Я бы сказал, что здесь не столько идет сотрудничество по линии России и ЕС, хотя оно тоже есть, и Россия со своей стороны к нему открыта, но в том числе и по линии России и отдельные страны ЕС. Прежде всего, Россия, Норвегия, Россия, Дания. Я имею в виду страны-члены Арктического совета и страны, которые так или иначе вовлечены в арктическую проблематику и являются одновременно членами ЕС. Ну и три рекомендации, которые связаны, собственно, с нашими отношениями, как мы их называем, двусторонними России и ЕС. Это, конечно, вот у нас здесь тема санкций в заголовке. Конечно же, это экономическое сотрудничество. Бизнес и российский, и ЕСовский страдает от тех ограничительных мер, которые введены в результате политических противоречий между нашими сторонами. Но здесь есть очень важный нюанс. Санкции ЕС в отношении России и России в отношении ЕС в настоящий момент довольно существенно отличаются от того, что мы имеем в отношении с Соединенными Штатами Америки. США, как мы видим, идут на эскалацию санкционную, так называемую. ЕС остается в рамках украинского пакета и привязывает свои санкции к выполнению Минских соглашений. Да, сейчас появился рамочный документ по химическому оружию, и здесь в Москве многие били тревогу по этому вопросу, но это не санкции ЕС. Это рамочный документ, санкции пока по этому вопросу не введены. И вот наша рекомендация, конечно же, состоит в том, чтобы шел поиск возможных путей экономического сотрудничества в тех пределах, которые позволяют наши взаимные санкции, санкции и контрсанкции. Россия, со своей стороны, тоже вводила ряд ответных мер против Европейского Союза. И, соответственно, лучшим сценарием, конечно же, было бы отсутствие санкционной эскалации в наших отношениях. Естественно, речь идет о развитии сотрудничества по линии гражданского общества. Здесь есть определенные опасения. Сейчас много, скажем так, эта тема вызывает резонанс и здесь, и в Европейском Союзе. Есть опасения, связанные с так называемым вмешательством в Евросоюзе. Есть опасения, связанные с поддержкой так называемых гражданских ассоциаций со стороны ЕС. Мы все эти озабоченности хорошо знаем. Они уже не первый день существуют. Но, с другой стороны, мы понимаем, что уникальность отношений с Европейским Союзом сейчас в том, что, да, у нас серьезные проблемы политические, но ткань гражданских связей, человеческих связей столь сильна, столь сильна, что она сама по себе держит эти отношения на плаву. Кстати, сама наша группа, ее существование, это же не результат того, что кто-то нам позвонил и приказал. Вот сядьте, был сигнал, там вот сядьте и через два года напишите доклад, вот вам приказ. Не было? Не было такого? Мы давно друг друга знаем. Мы в какой-то степени, наши отношения сами по себе, это отношения внутри профессионального сообщества, это отношения в том числе гражданские, это отношения человеческие, это профессиональное комьюнити, профессиональное сообщество, это тоже часть гражданского общества. Поэтому вот сам факт того, что этот доклад появился, это результат того, что все-таки эта ткань пока существует. Ее, конечно же, необходимо сохранять. Ну и мы не могли не, скажем так, похвалить свое болото. Девятая рекомендация, это каждый кулик хвалит свое болото, это рекомендация о развитии диалога экспертов по спорным вопросам, это уже, конечно же, призыв к тому, чтобы вот эти лучшие практики развивать, масштабировать и дальше вкладывать в это политические и экономические ресурсы. Спасибо. Спасибо большое, Иван. Вы предлагаете чаще встречаться и обсуждать насочные вопросы. Писать. Писать. Писать, рекомендовать. И самое главное, чтобы ваши рекомендации читали. Читали. Кадри, вы входили в состав основной группы экспертов от Европейского Союза. Вот каковы ваши рекомендации для улучшения отношений России и Европейского Союза? Спасибо. Если позволять, я тоже буду говорить на английском. Я более точно, наверное, выражаюсь по-английски. Думаю, что это была очень необходимая работа. И мне она понравилась тем, что у нас появилась возможность обсудить именно различия в позициях между Евросоюзом и Россией. И эти различия росли со временем и нарастали. Но до 2014 года мы их не очень осознавали. В Европейский Союз полагал, что Россия находится примерно на той же самой траектории, что и Восточная Европа. А именно адаптация к европейским ценностям, расширение туризма, контактов и так далее. А Россия в то же время развивала свое собственное видение Европы и имела не ту мотивацию, которая была у Европы. Россия относится к Европе не так, как и видит Европу не так, как Европа видит себя, что вполне естественно. И рекомендую почитать в этом контексте книгу Андрея Картунова про фантомов во власти и в политике. И мы не осознавали, что у нас есть эти различия в понимании ситуации. Но события 2014 года совершенно неожиданно и шокирующим образом раскрыли для нас глаза на эти различия, на эти контрасты. И моя рекомендация такая. Надо обсуждать природу различий. Различия не исчезнут, но они станут менее опасными, более предсказуемыми, более понятными нашим сторонам. И мы научимся лучше управлять этими различиями. Мы как бы должны взять большой объем проблем, разбить их на более мелкие, разрабатывать каждую из них. И тогда большая проблема уже будет не такой большой. И тогда мы сможем решать региональные проблемы лучше. У нас была встреча в Варшаве, была встреча в Париже. И дискуссии начали переходить в профессиональные русла, на профессиональном уровне проводиться. И мы видели, как в этих дискуссиях принимали участие российские эксперты и молдавские эксперты. и наметилось лучшее понимание проблем. Появилась экспертиза, появилось ощущение того, что стал накапливаться опыт в оценке и возможном разрешении проблем. Ну, конечно, не знаю, все ли рекомендации можно реализовать, но понимая ситуацию, задавая правильные вопросы, это уже шаг вперед. И я думаю, что такого рода меры были очень полезны. Важно, чтобы российские участники участвовали в европейских дебатах и наоборот. С тем, чтобы расширить понимание в Европе. Есть понимание того, что Москва в России управляет всем, и нет никаких обсуждений, никаких дебатов общественных или околообщественных. Поэтому для европейцев важно понять, что в России существует дискурс, существует обсуждение проблемы, и это происходит не только в Москве, это происходит повсеместно. Такова ситуация. А у россиян совсем другое понимание. Они считают, что 20 европейских стран действуют строго в соответствии с инструкциями, которые они получают откуда? Конечно, из океана, из Вашингтона. И это совсем не так. Поэтому нам нужно говорить между собой. Люди должны говорить на персональном уровне, на уровне личностных отношений. И обсуждать не только политику. Можно обсуждать личную жизнь. Я, например, знаю уже, какова семейная ситуация у многих россиян. Какие у них собаки, как они занимаются своими детьми, как они решают проблемы ежедневного уровня. И такого образа мы можем получать изменения на личностном уровне и при тех понимании того, что мы можем решать проблемы не только на общеевропейском масштабе, а на масштабе, скажем, отдельной страны, Эстонии или Германии, или даже какой-то части Эстонии или Германии. И, конечно, нам сегодня не удастся исправить и подчинить российско-европейские отношения. Но, по крайней мере, мы делаем шаги в этом направлении. Александр Георгиевич, Вы также в качестве эксперта с российской стороны принимали участие в обсуждении. Выборочное сотрудничество – это же нетипичный термин, который обозначает взаимоотношения двух сторон. Но термин был предложен, Вы его использовали. Но, с другой стороны, рекомендации, которые дают эксперты, 9 пунктов Иван нам подробно озвучил, они выходят далеко, за рамки выборочности. Как-то, с моей точки зрения, не сочетается содержание вот этой брошюры с названием. Вопрос, опять же, правильный. И, действительно, концепция выборочного сотрудничества, я бы даже сказал, скорее, выборочное взаимодействие обеих сторон. Концепция появилась с подачи руководства Евросоюза. Я должен сразу сказать, что вначале с российской стороны это вызвало некоторое, ну, как бы непонимание. Я бы даже сильнее сказал. Вызвало некоторое отторжение. Затем, и я потом скажу, какие этапы мы прошли за эти два года в ходе нашего регулярного диалога. И вот потом, если говорить об этой концепции сейчас только, мы начали понимать, что этот подход, предложенный Евросоюзом, он не такой уж и плохой. И что этот подход можно использовать и наполнить каким-то позитивным содержанием. Весь вопрос, каким. Вот, собственно, об этом шел и разговор. Ведь, смотрите, что такое выборочное сотрудничество. То есть, это не значит, что одна сторона выбирает одни темы, одни вопросы, другая сторона выбирает другие вопросы. И они жестко настаивают на том, чтобы именно эти вопросы были в центре внимания. Это не совсем так. И, насколько я понимаю, если бы это было так, то мы бы вообще не смогли вести диалог. Здесь вопрос в том, что обе стороны выбирают вопросы, которые для них представляют важность, озабоченность, приоритет, беспокойство, угрозы. Но затем начинается селекция. И в ходе диалога позиции и понимания, взаимопонимания, в результате растущего взаимопонимания, как-то могут уже здесь происходить селекция этих вот первоначально заданных тем, которые как бы жесткими они не казались. Поэтому вот этот термин, эта концепция была воспринята. Но сам диалог прошел несколько стадий. Я должен вначале немножко, буквально пару слов сказать вообще о опыте и практике общественной дипломатии. Ведь, смотрите, вот очень хорошо сказала кадре, что все нарастало и развивалось между Евросоюзом и Россией еще задолго до 2014 года. Но дело в том, что официальная дипломатия не смогла все-таки понять, где красные линии для России, официальная дипломатия, прошлое руководство Евросоюза, где для России красные линии и почему. В то же время с российской стороны имело место некоторое преувеличение того ущерба, который может нанести для России вступление Украины в ассоциацию с Евросоюзом. Было несколько преувеличений этого ущерба. Я разговаривал с нашими видными экономистами, которые участвовали в переговорах по ВТО, Всемирной торговой организации. Они считают, что были возможности таможенного контроля с тем, чтобы российское экономическое пространство не заполнялось дешевыми товарами, которые бы представляли конкуренцию для российской промышленности, российского экспорта. Вот поэтому сейчас роль в настоящее время общественной дипломатии, или, как говорят, второй трек, концепция этого второго трека еще с 80-х годов появилась на Западе, она начала развиваться, и человеком, который эту концепцию второго трека как бы привел в научный порядок и как бы ее разбил по стадиям, был американский дипломат и архитектор Кэмп-Девитских соглашений Хал Сондерс. И он опубликовал последний раз прекрасную книгу, которая называется «Устойчивый диалог в конфликтах». И я хочу вот сообщить журналистам, что эта книга переведена на русский язык буквально недавно. Я имел честь быть научным редактором этой книги. И книга вот как раз посвящена общественному диалогу, концепции устойчивого диалога. И эта книга будет вот буквально в 20-х числах, 26-го, 27-го, выйдет в переводе на русский язык. Видимо, мы презентацию этой книги будем устраивать, в том числе, возможно, и на площадке Российского Совета по международным делам. Так вот, я немножко отошел от главной темы. Но это очень важно. То есть мы начали диалог, когда практически официальные контакты были заморожены. Ну, каналы были, либо их не было совсем, либо они были очень узкими и нерегулярными. Поэтому на первой стадии я должен сказать, что действительно имела место своего рода такая политическая предвзятость с обеих сторон, между прочим, и боязнь открытости. Имело место как бы изложение больше официальных позиций. Но это нельзя было назвать таким в полном смысле общественной дипломатией. Но затем, по мере того, как встречи, как поднимались различные вопросы, как встречи продолжались, то есть они приняли такой устойчивый характер, а тональность диалога тональность диалога начала меняться, хотя стороны излагали свои позиции. Действительно, правильно сказала Сабина, что, так сказать, диалог был очень открытый, откровенный, но в то же время никто не избегал споров, дебатов и дискуссий по тем вопросам, которые каждая из сторон считала для нее важными, жизненно важными, существенными с точки зрения ценностей, с точки зрения права и прочее. И вот на первом этапе я бы сказал, вот у Примакова есть очень хорошее выражение. Он сам вел такого рода диалоги в рамках Дартмутской конференции российско-американской. И вот он говорил, что в начале, на первых этапах, идет, как он говорил, сброс, сброс интерпретации. Вот, это его выражение. Необходимо, или другие еще говорили, выпустить пары. Так вот, мы от выпускания пара все-таки прошли путь в течение двух лет до совместных размышлений. Вот это, мне кажется, над тем, как реально все произошло, чего нужно избежать обеим сторонам, каждой из сторон, какие уроки мы можем извлечь из всего этого, и как двигаться дальше с учетом новой реальности. Было общее понимание того, что вести дела, как раньше уже не получится. Возникает вопрос, а как? Вот мы старались ответить на этот вопрос, как, и вот в докладе это было заложено в виде конкретных предложений. Другое дело, я согласен с ведущей, что было бы хорошо, если бы с обеих сторон, с каждой из сторон политики, определяющие решения, государственные решения, могли бы ознакомиться с этим докладом, мне кажется, он бы, если бы они ознакомились, он бы вызвал большую пищу для размышлений. Конечно, для России это легче, потому что в России одно руководство. А для Евросоюза это сложнее, в этом проблема. Вот, но тем не менее есть руководство Евросоюза. Вот, есть руководство Евросоюза, которое, мне кажется, если сравнивать с тем руководством, которое существовало до 2014 года, оно более трезво смотрит на положение дел в мире и более реалистично оценивает оценивает роль самого Евросоюза вот на тот период, непростой период, который переживает Евросоюз и новую роль России. Вот на этом я пока закончу. Спасибо большое, Александр Георгиевич. Какие-то дополнения будут? Вот у меня, кстати, вопрос возник в связи с последним посылом Александра Георгиевича. А вот действительно, как вы будете продвигать этот доклад дальше? Вот сейчас мы его представляем журналистам. Они, я надеюсь, о нем напишут. А доклад переведен на два языка, на русский и английский. Это означает, что не только в России, но и в странах Европейского Союза тоже каким-то образом он будет представлен. Сабина, может, вы начнете? Спасибо большое большое спасибо за вопрос. Мы хотели бы распространить этот доклад с обеих сторон и при помощи почты. И также у нас были презентации в Гаге в октябре. У нас будет дополнительная презентация в Брюсселе и в других странах Евросоюза, в других столицах. Это зависит от интереса. Я думаю, это то, что я могу сказать, если говорить о моей стороне. Во-первых, здесь важно то, что правительственные структуры с обеих сторон уже были в курсе нашей работы. То есть мы работали не в вакууме. Со стороны ЕС этот проект с самого начала поддерживался делегацией Европейского Союза в Москве, то есть посольством ЕС. с нашей стороны на встречах в Москве всегда участвовали представители МИД России и профильный департамент. Тоже в курсе, знают о нашей работе. Кстати, ценят к ней очень всегда положительные отношения. Ну, так как вообще всегда поддержка экспертной работе РСМД оказывается и со стороны МИДа, и со стороны других профильных профильных структур. Поэтому мы сейчас выпустив доклад, конечно же, сделаем рассылку по ну, я могу сказать по России, прежде всего по нашим профильным ведомствам, ну и кроме того, не только, то есть это не сводится только к политическому уровню. Интерес к отношениям России и ЕС есть на уровне бизнеса, мы, конечно же, сделаем такую рассылку по нашим крупным компаниям. Есть еще одно важное измерение, это университеты и образовательное сообщество, по крайней мере во все крупные университеты мы тоже постараемся этот текст донести. Региональные органы власти, вот мы сегодня буквально в самом предварительном порядке обсуждали возможность представить доклад в ряде российских регионов, и у РСМД есть довольно богатый опыт работы с регионами, и там со стороны региональных властей всегда есть интерес к нашим продуктам, к нашим инициативам. Поэтому такую работу мы конечно и уже ведем, и естественно она у нас что называется на радарах. Да, пожалуйста. Я хотел бы добавить, что разумеется мы основную цель это для нас Брюссель, но также экспертное сообщество в других странах, членах нашего союза. Я хотел бы быстро прокомментировать кое-что, что сказал о кадре. Вам понравился анализ, и что касается рекомендаций, вы были правы, у нас был анализ, у нас были какие-то итоги, заключения, но мы не можем ожидать, что это тут же будет принято и затем будет, так сказать, транслироваться на политическом уровне. Мы не можем это гарантировать, но самое важное и то, что мы добились в рамках нашей группы, это согласиться, мы могли соглашаться, могли спорить о чем-то или не согласиться в итоге, но мы сделали кое-какие заключения, которые мы можем представить в качестве основной идеи для наших экспертных сообществ, но также для правительства с обеих сторон, и это очень важно, то есть тот вклад, который мы смогли сделать в качестве экспертов в очень сложной ситуации. Я полагаю, что пора перейти к вопросам, тем более, что уже две руки как минимум есть. Пожалуйста, вам микрофон, представьтесь, и кому ваш вопрос. газета диалог. У меня вопрос всем участникам, выступающим. У меня два вопроса. Первый вопрос, учитывает ли ваши выводы то обстоятельство, что Минское соглашение тоже было принято, но понимание у каждой стороны любого соглашения у них разнятся после того, как они начинают конкретно это самое превращать в лишнее. Это первый вопрос. И второй вопрос. И вот как вы думаете, пройдя вот это около 4, может быть, 14 года и по сегодняшний день, как вели бы Евросоюз или Россия с учетом тех пониманий, которые были поняты за это время с одной или с другой стороны. Кто готов? Пожалуйста. Я, наверное, начну с первого вопроса и затем меня поддержат в том, что касается понимания одного и того же вопроса. У нас был очень хороший пример в том, что касается ситуации на Украине, миротворческой миссии. Мы начали примерно год назад, потому что у нас были очень разные восприятия этой ситуации и понимания ситуации. И также соглашение, Минское соглашение. это именно то, что мы хотели предложить в нашем докладе. То есть стратегия небольших шагов. Мы можем достичь многого, если будем начинать снизу наверх по вертикали. То есть сейчас есть стабильное прекращение огня, которое не хотелось бы нарушать. и первый шаг, который можно было сделать для того, чтобы возобновить наше доверие между нашими странами. И таким образом уже двигаться к более крупным обсуждениям и вопросам. То есть мы предлагали бы предложить именно это. То есть обе стороны имеют очень разное понимание одной и той же ситуации и по-другому понимает это. Интерпретации Минска, как и любого соглашения, в общем, если мы возьмем тот же РСМД, из которого вот-вот прекратить свое существование, то тоже у нас разные с американцами интерпретации. Так можно по многим документам пройти. Но Минск, конечно, здесь просто острая проблема, потому что с ним связаны во-первых конкретные параметры военных действий или невоенных действий, то есть от этого зависит стреляют или нет. И второе от Минска зависит в том числе и санкции в отношении России и российские санкции в отношении инициаторов санкций США и ЕС, поэтому здесь ставки просто велики. Но вы знаете, я бы выше, чем в отношении других соглашений. Но вы знаете, я бы так сказал, что ключевое противоречие я вижу не между интерпретациями ЕС и России, я вижу противоречие между интерпретациями России и Украины. Российская интерпретация Минск должен выполняться поэтапно, есть пункт 1, есть пункт 2, пункт 3. Украинская интерпретация, что нужно выполнять сначала такое-то, потом такое-то соглашение, потом такое-то, то есть порядок он немножко такой, нелинейный, выражаясь, дипломатично, дипломатично, деликатно. Вот, я на стороне ЕС, коллеги меня поправят, вижу такую позицию скорее направленную на то, чтобы Минск как таковой был реализован. европейская дипломатия, ЕСовская дипломатия, как мне кажется, избегает делать акцент на том, в каком порядке это должно выполняться. В Москве это воспринимается скорее как молчаливая поддержка украинской позиции, на Украине кстати это воспринимается как недостаточная поддержка Украины. То есть здесь очень много, понимаете, здесь нет черного и белого, да, есть две полярные интерпретации, сейчас я бы сказал российская и украинская, а вот со стороны ЕС я бы такой вот явной позиции в отношении того, как именно должны реализоваться соглашения не вижу. Что важно для ЕС и я думаю, что красной нитью проходит через практически все официальные заявления, это прекращение огня. Это пункт номер один Минских соглашений. Прекращение огня, стабилизация обстановки и отсутствие жертв убитых и ранних. Вот то, что проходит красной нитью через практически все выступления ЕС. Дополнение. Да, и вот действительно, что когда любое соглашение по, особенно по конфликтам, содержит такие пункты, которые допускают различные интерпретации, это азбука дипломатии. Я вспоминаю, когда я работал с Дейтонскими соглашениями, там тоже были большие разногласия, большие разногласия между сербами с одной стороны, мусульманами, хорватами с другой стороны, между Россией с одной стороны, с Западом, Соединёнными Штатами с другой, но там существовал High Rep, High Representative Евросоюз, который был наделён правом, абсолютным правом давать трактовки соглашений, обязательных для сторон. И вот это было двигателем выполнения Дейтонских соглашений. В Минске соглашения такого нет. И вот как раз нечто подобное, я не говорю, что то же самое, конечно, Россия вряд ли согласится с существованием такого High Representative высокого представителя, но какая-то инстанция должна быть, а видимо, это может быть ООН, но опять же, в ООН необходимо договариваться, поэтому мне кажется, что до того, как закончится избирательный цикл на Украине 18 2019 год, вряд ли стоит ожидать каких-либо сдвигов. И максимум, что можно добиться, это обеспечение устойчивого прекращения огня. Вот это правильная постановка вопроса, и это реальная постановка вопроса, потому что завышенные ожидания в данном случае никакие невозможные, они будут только самообманом. Агребуете что-нибудь? Я думаю, что если говорить о Минском соглашении, нам придется подождать побольше. Прямо сейчас, если говорить об Украине и России, об ожиданиях в этих странах, эти ожидания немножко нереалистичны. Я думаю, что воздействие, которое Россия хотела бы иметь на Украине, это, к сожалению, не вполне возможно. прямо сейчас, однако Россия до сих пор не вполне довольна, не вполне готова признать на какие-то более низкие цели. И если говорить о заявлениях Украины, об их требованиях, они тоже не вполне реалистичны. также у Украины есть своя собственная внутренняя динамика, которую тяжело не заметить. Если говорить о каком-то более-менее реалистичном решении проблемы, пока обе стороны будут надеяться на слишком многое, я думаю, тяжело что-то ожидать, поэтому нужно немножко снизить свои требования. Я думаю, прекращение огня это что-то, что самое ценное на данный момент. Что? Его не понял никто из экспертов, даже русскоязычный. Русский, да. Повторите, пожалуйста, очень четко. Я сейчас повторю, вот с учетом всех прощающих уроков, то, что вот за последние 4 года мы обсуждали с Украиной, если бы это сегодня мы начинали, что бы мы могли бы каким-то путем или какие-то могли быть отношения. Очень витиеватый у вас вопрос. Все-таки конкретно спросите, что вы хотите. Нет, ну, если бы это самое, зная вот все, что мы прошли, вот это все и начинали это 4 года назад. И вот сейчас мы решили бы, было бы ближе, были бы решения этого вопроса или нет. Значит, вы спросите, что вы хотите, потому что на ваш вопрос, вот как вы задавали, ответ уже был. Если вы хотите услышать другой ответ, тогда задайте чешко. снимаю вопрос. Да, пожалуйста. Владимир Анякович, Медиахолдинг региона России, Комитет по международным делам. У меня два вопроса. Первый вопрос. Несколько лет назад на площадке ООН было принято цели устойчивого развития, 17 целей, 169 задач, 230 показателей. Как вы оцениваете перспективы сотрудничества России и ЕС в условиях санкции для достижения этих целей? Повестка до 2030 года. 17 цель это партнерство в интересах устойчивого развития. Как вы оцениваете перспективы сотрудничества? Это первый вопрос. Второй вопрос. Блок НАТО неотделим от понятия Евросоюза. В НАТО есть структура Research Technology Organization, которая в том числе занимается и прогнозированием, и работает над технологиями будущего. Взаимодействует ли экспертное сообщество ваше с экспертами этой организации РТО? И как вы строите и моделируете будущее Евросоюза и России в рамках взаимодействия как будущее? Спасибо. Кто готов начать? Сабина? Как всегда. Женщины всегда впереди. Ну хорошо, тогда опять же я начну с первым вопросом. Сустойчивое развитие. Я думаю, что это очень важная и интересная сфера сотрудничества, даже при условиях санкций. Даже если посмотреть на санкции, то место остается для сотрудничества. это малые и средние предприятия, это охрана окружающей среды в сочетании с экономическим сотрудничеством, изменение климата. Там достаточно много возможностей для сотрудничества. И, конечно, это обсуждается и в рамках Европейского Союза. И мы на прошлой неделе были на Валдайском форуме и на панели иностранной политики, внешней политики, мы как раз обсуждали о сотрудничестве в области климатических изменений. Это та область, где обе стороны могут получить серьезные плюсы от такого рода сотрудничества. И, да, мне кажется, то, что установил ООН работает. Санкции, они, как правило, затрагивают вопросы развития. Я сошлюсь на доклад специального докладчика Совета по правам человека ООН Идриса Джезаири, который ежегодно выпускает доклад о влиянии ограничительных мер на состояние прав человека. И, естественно, один из его выводов в том, что взаимные санкции приводят к ущемлению прав человека. Естественно, так как права человека это один из важных параметров развития, их соблюдения, непосредственно связанные с качеством жизни и с другими параметрами, конечно, санкции вредят. Вредит и то, что общий климат наших отношений мешает реализовать значительный потенциал сотрудничества России и ЕС, которые в других обстоятельствах мы могли бы использовать для совместного решения проблем развития. Я вам приведу простой пример. Если вы посмотрите на динамику подходов к внешней помощи, то, допустим, в 90-е и в 2000-е годы это была скорее помощь через международные организации. страны платили определенные взносы и дальше международные организации распределяли так или иначе эту помощь. Сейчас подходы другие. Отдельные страны, включая Россию и союзы, такие как ЕС, в большей степени начинают делать акцент на самостоятельные программы помощи. То есть мы теряем синергетический эффект. И, конечно, политические факторы здесь играют свою роль. Что касается НАТО. Ну, может быть, я чего-то не знаю, коллеги меня поправят, но мы с этой организацией не сотрудничаем и даже не взаимодействуем. Я имею в виду не НАТО, а ту, о которой вы сказали. За работой НАТО мы так или иначе следим, будучи специалистами в области международных отношений. А что касается, ну, я бы здесь поспорил о том, что ЕС неотделима от НАТО, все-таки это разные немножко субстанции. Конечно, для ЕС НАТО это важнейший партнер в области безопасности. Это партнерство сейчас и по результатам Вейского и Варшавского саммита. Оно углубляется, особенно по вопросам кибербезопасности и других тем. Но у Европейского Союза своя есть повестка в области безопасности и свои подходы. Есть тематика Песка, есть ряд других вопросов. Что касается того, как моделируется будущее, мы отдельно можем семинарии устроить. Но в принципе опыт у нас есть, но по крайней мере в Российском Совете по международным делам мы периодически выпускаем прогнозные разработки. Вот у нас выходила книга, Александр Георгиевич написал главу, насколько я помню, «Мир через сто лет». Мы долгосрочные делали прогнозы. В прошлом году мы выпускали, в конце прошлого года прогноз на этот год, что будет в 2018 году. Не читайте, потому что многое не сбылось. Но само направление, в общем-то, оно было правильно, скажем так, определено. То есть мы над этим инструментом работаем. Еще какие-то добавления, пожалуйста. Ну да, буквально. я думаю, что я подтвержу то, что говорят коллеги. Я, честно говоря, удивлена тому, что НАТО тесно соединена с Евросоюзом, но, например, скажем, к Финляндии и ряду других стран, пожалуй, это точно не относится это ложное утверждение. Что касается устойчивого развития, да, конечно, как это определено, выборочное сотрудничество вполне может стать той сферой, где мы можем работать в рамках санкций, потому что это в интересах обеих сторон. Такого рода сотрудничество может привести к очень позитивным результатам. Мы пытаемся демократизировать и модернизировать Россию и включать это в политическую агенду, а у России тоже есть своя цена на сотрудничество с Евросоюзом. Это, например, для вас важны природоохранные вопросы или снятие санкций. Поэтому, мне кажется, если мы решаем, что для нас изменения климата очень важны, то важны сотрудничества здесь. Мозы, тем более до 2030 года в том состоянии, в котором находится мир сегодня, в состоянии конфронтации, которая, пожалуй, даже хуже, чем холодная война, которая нынешняя конфронтация, которая существовала при биполярной системе международных отношений, конечно, говорить совершенно я бы сейчас не согласился писать какие-либо статьи на эту тему, на тему такого рода предсказаний. Но, что касается соотношения вопросов устойчивого развития и санкционной политики, собственно, это тоже в вашем вопросе было заложено, я должен сказать, что, опять же, до 2030 года могут быть различные изменения. Ведь возьмите, к чему сейчас приводит санкционная политика Соединенных Штатов. Эти вопросы сейчас все больше и больше не только в отношении России, я говорю в принципе о санкционной политике, эти вопросы все больше и больше становятся предметом обсуждения в экспертном сообществе. Экспертном сообществе Соединенных Штатов, в экспертном сообществе Евросоюза, в экспертном сообществе России. И вот эти санкции, они практически сейчас становятся все более понятны. Я примеры проводить не буду. Те решения, которые приняла администрация Трампа за последние два года в отношении трансевропейского экономического сотрудничества, трансамериканского и санкций в отношении Ирана, все это вызывает большие дискуссии в самих Соединенных Штатах. И потом торговая война с Китаем. И вот все эти вещи, они ведут к тому, что те базовые принципы, тот механизм, который был заложен в соглашении по Всемирной торговой организации, он может разрушиться. То есть все больше и больше осознания того, что санкции, да, они могут иметь какой-то политический эффект, и то в отношении России это сомнительно и, скорее всего, не будет. В отношении Ирана, да, тут непонятно, что больше, когда Иран согласился подписать соглашение по ядерному досье, что тут больше сыграло роль экономические санкции Соединенных Штатов, или то, что Ирану была предложена какая-то альтернатива. То есть вот я хотел бы обратить внимание на то, что здесь необходимо не предсказание, а необходимо прослеживать какие-то новые тенденции. Спасибо. Мне на почту пришел вопрос, в кадре он вам адресован, вопрос от «Спутник Эстония», он звучит следующим образом, я зачитаю. После введения антироссийских санкций и ответного продовольственного эмбарго, эстонские предприятия, особенно в сфере пищевой промышленности, потеряли традиционный рынок сбыта. Существуют ли в принципе способы наладить торгово-экономическое сотрудничество, а если да, какие шаги для этого теоретически могло бы предпринять правительство Эстонии? Есть и другие, с вашей точки зрения, перспективные направления экономического сотрудничества двух стран в нынешних условиях? Спасибо. Думаю, что эстонские производители, если они потеряли рынок в результате контрсанкций, конечно, здесь Эстония вряд ли может повлиять на эту ситуацию. Эстония – это одна из тех стран, которая заинтересована в том, чтобы Россия была предсказуемой и следовала законным. И в Эстонии есть очень много приверженцев европейских санкций в отношении России. То, что произошло в Крыму и на Украине, неприемлемо для нас. Это относится к тому, что эстонцы уважают международное право. И, конечно, это важнее, чем экономические соображения для эстонцев. Конечно, Эстония теряет российский рынок уже в течение долгого времени. Это началось не в 2014 году. Были эстонские товары в 90-е годы, а эстонские товары в России. И мне кажется, что, тем не менее, мы должны отметить, что эстонское присутствие на российском рынке сокращается, сокращается и сокращается. И здесь я не могу сказать ничего позитивного. Я не думаю, что Эстония начнет искать пути преференциальных отношений с Россией. Эстония является частью Европы. И Эстония поддерживает идею снятия санкций после удовлетворения условий этих санкций. Все это связано с конкретными требованиями реализации Минских соглашений. Американские санкции гораздо более расплывчатые и тубанные, а европейские санкции весьма конкретные, и они вполне могут быть удовлетворены. Третий ряд. Микрофон, пожалуйста, представьтесь. Мария Тонкова, «Спутник Франц». У меня будет вопрос о лидерстве ЕС. Как бы неформально эту позицию сейчас занимает Германия, но учитывая внутриполитическую ситуацию в Германии, то, что говорят, что Меркель может как бы и уйти в ближайшее время, стоит ли ожидать, что новая страна станет лидером? Например, будет ли это Франция? И как это будет влиять на отношения с Россией? Кто готов? Сабина? Говорили про Германию. Да, спасибо большое за Ваш вопрос. Да, конечно, во-первых, я не думаю, что отставка Меркель на повестке дня, так уж как Вы это представляете, я бы не согласилась с Вашим анализом. То, что называется немецкими лидерскими позициями или главенствующими позициями в Евросоюзе, я бы сказал, что объяснить, разъяснить, я немка, и с точки зрения Германии и моей, как немки, и я также с точки зрения исследований, производимых в моем институте, да, будет справедливо заявить, что Германия является крупнейшей экономикой в Европе, и это крупный член Евросоюза и так далее, и так далее, и у нас очень сильные позиции в Евросоюзе. В то же время немецкая политика за последние 20-25 лет всегда делала сильный упор на согласование своих действий с другими членами Евросоюза. И это относится не только к вопросам российской политики в отношении России, но также к широкому кругу вопросов Евросоюза. И это наша сильная позиция. Идет европизация немецкой политики, так бы я определила. И это очень важно понимать, когда мы говорим о германском лидерстве в политике Европы в отношении России. И не следует забывать, что с точки зрения Германии такая политика реализована, и немецкие интересы не могут быть реализованы без учета интересов всей Европы и каждой отдельной европейской страны. Потому что есть более малые соседи, их мнение не должно забываться или игнорироваться. В России, как правильно, об этом забывают. Для Германии это абсолютная приоритетная позиция, точка зрения. И поэтому я не согласна с тем, что вы сказали в оценке Меркеля немецкого правительства. И я также не предвижу, что лидерство может перейти к Франции в отношении европейской политики, в отношении России. Париж и Берлин очень тесно сотрудничают в объединении своей позиции по России и по другим вопросам. И таковое будет продолжаться. И даже если в Германии придет новое руководство, так и будет продолжаться. Это очень-очень важно. Это относится к большинству политических партий и политических сил в Германии. И координация усилий по ключевым европейским вопросам между Берлином и Парижем чрезвычайно важна и будет сохраняться. Конечно, можно лидерство передавать от Берлин к Париже, ничего не изменится. Я думаю, что Германия проделала очень хорошую работу, усиливая взаимоотношения с Россией. Сейчас очень много доверия между разными уголками Европы, даже если говорить о балтийских странах. Однако они не всегда соглашались с Германией, и однако они доверяют тому, что предлагает Берлин, то, что он делает в отношении России. И я думаю, что нужно иметь какое-то ответственное отношение к миру в целом и пониманию. Если вы хотите иметь голос в международных отношениях, индивидуально любая страна слишком маленькие по отдельности. Поэтому нужно понять, что я вижу во многих случаях, что это не только канцлер Меркель, которого я очень уважаю. Но это можно увидеть еще где-то. И в этом заключается серьезность любых дискуссий. Я думаю, что это будет продолжаться. И также я не думаю, что любое лидерство изменится в Европе. Это не значит, что нужно обязательно при этом менять подход к России. В любом случае, лидеру нужно определить определенный консенсус, чтобы за ним следовали. Это задача любого лидера. И я хотел бы поговорить о собственной работе, которую я опубликовал в прошлом году. То, что мы сделали, это мы изучали во многих государствах Европы. Мы послали им список вопросов в том, что касается их отношения к России и политике этой страны. И там было довольно большое соглашение между всеми странами. И все европейские страны посчитали, что Россия, в общем-то, довольно проблематичный партнер. И мы должны признать, что политика зависит от многих моментов, в том числе санкций. Но эти основные принципы также разделяются многими странами. И даже теми странами, которые не думают, что санкции на самом деле полезны и работают. Но даже те страны понимают, что они должны быть вовлечены в этот консенсус для того, чтобы эта политика также была полезной для них самих. И я не думаю, что нужно ожидать какую-то смену лидерства в Евросоюзе. И также не стоит надеяться, что от этого изменится отношение к России. Из тех, кто не задавал вопросы, вопросы еще остались? Да, девушка, ваш вопрос будет последний. Пожалуйста, представьтесь. Спасибо большое. Дина Морганова, газета «Коммерсант». Подскажите, пожалуйста, вообще ваши перспективы и выводы, которые сделаны в докладе, они понятны в разрезе существующей ситуации. Но насколько мы видим тенденцию, допустим, на прошлой неделе прозвучавший анонс господина Болкера об цикличном ужесточении санкций, об обвинении в возможном вмешательстве в промежуточные выборы предстоящие, насколько вот эта тенденция скажется на тех взаимоотношениях, которые вы описывали? И вообще, возможно ли оценивать предстоящие какие-то улучшения или изменения в отношениях, насколько это можно делать, вот то, что вы сделали в докладе, не учитывая третью, безусловно, очень влиятельную сторону? Спасибо. Иван? Да, спасибо большое за ваши вопросы. Я как американист прям не могу удержаться от ответа. У нас была специальная встреча, специальный семинар по отношениям в треугольнике Россия-ЕС-США. И мы довольно много времени потратили на то, чтобы американский фактор рассматривать. Кстати, отдельно была встреча в треугольнике Россия-ЕС-КНР. То есть мы и китайский фактор тоже изучали. Конечно, мы в наших отношениях не можем игнорировать позицию Соединенных Штатов. Вы упомянули те проблемы, которые есть в российско-американских отношениях. И я уже упоминал, что политика санкций США довольно серьезно отличается от политики санкций ЕС, хотя до 2016 года, до конца 2016 года это были приблизительно одинаковые подходы. С 2017 года эти подходы довольно сильно стали отличаться. То есть у США гораздо более жесткий подход к России. Господин Волкер, например, упоминал, что так или иначе будут новые санкции или могут быть отменены какие-то санкции. Этот вопрос от господина Волкера, к сожалению или к счастью, вообще не зависит. То есть он переговорщик по конкретному вопросу, он дипломат. Не он отменяет или накладывает санкции. И тем более сейчас, после того, как подключился очень активный Конгресс к этому процессу, тут уж роль дипломатии вообще очень сильно сократилась. И вот мы часто говорим, что трагедия американской дипломатии состоит в том, что с одной стороны американцы, Конгрессы и администрация накладывают довольно серьезные санкции, но американские дипломаты не могут их использовать в торге с Россией, потому что в Москве закономерно задают вопрос. А вы можете гарантировать, что в случае наших уступок, вот по таким-то вопросам, Конгресс отменит санкции? Или администрация отменит, а потом не откажется от этого, как это было в случае с иранской ядерной сделкой? Вроде подписали, а потом отказались. Вот, поэтому, конечно, американская дипломатия в сложной ситуации находится, на наш взгляд. Кроме того, мы хорошо знаем, что, ну это из документов следует, что одним из важных, скажем так, составляющих американского законодательства по санкциям, не только в отношении России, в отношении Ирана и других стран, является тесная координация с Европейским Союзом. Это прямо прописано в санкционных законах. Координироваться ЕС, добиваться, чтобы ЕС тоже присоединялся, тоже вкладывал деньги, тоже делал то, то, то и то, и то. Но вот сегодня тоже звучало, что все-таки в Москве, да и не только в Москве есть такое ложное, ложная точка зрения, что политика ЕС идет в фарватере. Вот политика Вашингтона это не так. Как раз политика санкций, она показывает, что у ЕС есть свой самостоятельный подход. И это не потому, что в Брюсселе больше любят Россию, чем в Вашингтоне. Это продиктовано собственными интересами Европейского Союза, более глубокими экономическими связями, необходимостью консенсуса в принятии подобных решений. То есть, в общем, ЕС это самостоятельный игрок, и тренд, как я его вижу, на то, что эта самостоятельность, в принципе, растет. Поэтому, конечно, американский фактор мы не можем игнорировать. Вот сейчас выход из РСМД. Конечно, от этого страдают не Соединенные Штаты Америки. До них не добивают ракеты средней и тем более меньшей дальности. Только межконтинентальные ракеты. А вот Европа, это, кстати, вопросы для безопасности в Азии, если там начнется гонка вооружений. То есть, конечно, мы не можем игнорировать этот фактор. Вы правы. Да, я согласна с Иваном, в том, что он сказал. И я сказал в самом начале, что один фактор, который, разумеется, влияет на все наши дебаты и обсуждения, это изменение глобального контекста наших отношений и также отношений с Америкой. Также меняется политика Америки, она становится менее определенной. И это также существуют определенные дискуссии в Евросоюзе на эту тему. Многие страны в Евросоюзе считают, что отношения, трансатлантические отношения меняются. Конечно, это же нельзя сравнивать с отношениями с Россией. Это началось не в 2014 году. Это реориентация стратегии. Это происходит уже в последние 10 лет. Однако этот процесс ускоряется все больше и больше, примерно начиная с выборов в 2016 году. И это именно то, что мы должны учитывать. Я хотел бы добавить то, что мы сегодня представляем. Это промежуточный доклад, и мы продолжаем работать над ним. Прямо сейчас мы готовим второй раунд обсуждений в 2019-2020 году. У нас будет больше и больше публикаций. Я надеюсь, еще больше обсуждений. А также очевидно, что вы также будете с нами в следующие два года. Буквально несколько слов в контексте политики американской администрации нынешней. Сейчас во всем мире сложилось такое ощущение, что такая беспорядочность, непредсказуемость, своего рода даже где-то хаотичность в этой политике, она заставляет другие страны, страны Европы и Азии, и организации международные, искать какого-то рода страховочные механизмы. И вот мне кажется, что вот эта недальновидность политики, которая отталкивает одни страны от других, которая приводит к сближениям и каким-то неожиданным совершенно союзам, вот эта вот непредсказуемость политики, она может стать, если это все будет продолжаться, каким-то новым, неожиданным фактором в том, какая конфигурация мировой политики сложится в ближайшее время. Спасибо большое. Кадре, что-нибудь скажете? Ну, нам в любом случае уже пора заканчивать, потому что мы превысили лимит времени, нам выделенный на сегодняшний круглый стол. Я благодарю наших уважаемых экспертов за участие в таком интересном разговоре и ждем вас вновь на нашей площадке с новым докладом, который вы уже проанонсировали. Всего доброго, до свидания. До новых встреч. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...